всем привет вы на канале кайби и с вами екатерина продолжаю смотреть новеллы из джема 100 цветов на очереди мне приглянулся данного называется пучина лжи вот просто некоторые рисовки мне напомнили других разработчиков но я поняла что они отличаются вот но все равно как бы по стилический спрайтов мне понравилось поэтому давайте-ка приступим да и мышка тут у меня смотрите какая ракушечная вот так что давайте-ка приступим готовьте чаечки печенюшки а перед тем как начать обязательно поставьте лайк данном видео и подпишитесь на мой канал да 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 а мы начинаем новую игру так это навигация нажмите пока им пробелы нт что продолжить тест нажмите на чтобы открыть меню нажмите назад в общем мы поняли чтобы удалить сохранение чтобы удалить сохранение нажмите на клавиатуре на 1 2 3 или 4 зависимо от чего вы хотите удалить а чтобы поменять страничку нажмите на жемчужину ой как все сложно выберите рут рут а а мы можем даже выбирать кстати очень хорошая идея ну и так как я девушка за девушку играем как долго я спала ощущение словно была в отключке неделю ладно пора вставать пляж как я оказалась здесь о ну наконец-то настал час твоего пробуждения шляпник да да я интересно сколько же еще по времени продержится это кличка что происходит к темы глупые вопросы очевидно что мы в стартовой точке нашего квеста в которой записались на медни на медни ну ладно у меня напишите в комментариях ясно но почему начальная локация именно пляж слушай давай ты будешь задавать такие вопросы на собрании надеюсь пару часов его ждать не придется собрание на через сколько-то времени нам позвонит мари и скажет где она будет а уже там прояснить детали квеста и объяснить что нам делать думаю несколько минут от силы займет ну конечно мария именно она пригласила меня шляпника еще пару друзей нас на свой день рождения ап то есть получается я могу предположить то что это все и либо это игрушки какие-то либо же это действительно персонажи из алиса стране чудес которые решили пойти на чаепитие понятно хотя причем здесь мария поначалу все шло обыденно мы в петербург просто веселились но под конец дня есть бренди в голову закаспелаить под матрицу завела нас какую-то лабораторию для участия в сомнительной авантюре пятерых людей подключили к виртуальной реальности чтобы они решали там загадки что за сюр а точно точно я же читал это в описании то что все они это в виртуальной реальности точно ладно это хотя бы будет весело а раз ждем звонка то может хотя бы осмотримся здесь отличное предложение часики то тикают а можно смотреться так ахо ахо небо окей я взглянула на небо она затянута тучи тучами желанное солнце скрыто за ними судя по всему сейчас день думаю он здесь навсегда резонно вряд ли симуляция будет поддерживать смену времени суток да туда же облака не двигаются как лениво не продумали упс такие уж текстуры да упс так как думаешь куда ведет эта лестница понятия не имею придет час и мы узнаем а сейчас не время об этом думать мария посоветовала нам не выходить из стартовой локации до звонка ладно ну осталось осталось вот это деревянный причал ведущий прямо к воде как удобно можно просто сесть свесив ноги воду и любоваться живописным морем да красивое местечко отлично подходит для отдыха когда там уже звонок терпение терпение уверен что осталось подождать еще пару минуток и словно по мановению волшебной палочки прозвучал до боли знакомого мелодия у вас живой флажбеки это у тебя да подожди-ка секунду шляпник достал из кармана небольшой телефон и ответил на звонок пока он завел разговор с мари с кем же еще я задумалась откуда у него в симуляции столь сложное устройство а точно перед квестом мария же упоминала что снабдит нас простенькими гаджетами для связи но зачем она поставил мелодию ноккио на рингтон хороший вопрос из чувства ностальгии хорошие новости мария наконец-то позвонила не прошло и века и что сказала что нам нужно идти на кухню ибо собрание будет там предлагаю не терять времени зря и послушаться ее как скажешь собравшись по лестнице мы оказались перед невысоким маяком и небольшим домиком слушай а ты уверен что знаешь куда нам идти естественно мария ведь все объяснила по телефону чтобы мы не тратили зря время просто следуй за мной ну хорошо я доверил шляпнику и пошла за ним довольно быстро мы прибыли к дому смотрителя маяка думаю да видимо в нем и располагается кухня блин сразу же я и говорила что мне что-то то напоминает по рисовке сразу там а то распоминается как раз таки путеводный огонь маньяка почему-то ну он может это как-то отсылка ой здравствуйте это наверно мария кстати у меня очень нравится спрайты как нарисованы главное доработать фон и будет классно вот честно блин только мышка мешать не в следующий раз нужно просто либо прятать либо просто не делать очень большую мышку в виде ракушки рози энд быстро живы что ж поприветствую добро пожаловать в виртуальную реальность секундочку ты серьезно мари сколько раз уже можно повторять я антонио великий и неподражаемый антонио повелитель времени хватит ассоциировать себя со своим персонажем ты не он но я его на минуточку создал к тому же это имя красиво звучит ты серьезно думаешь что кто-то будет называть тебе антонио это слишком длинные пафосно может еще рози по ее полного имени звать как тебе такая идея розалия без разницы рози как-то удобнее можешь хотя бы энтони или тони использовать энд мне вообще не нравится кстати да потому что если букву т заменить на д и будет как раз кем по звучанию английское слово конец доросла все ты шляпник и все официально вообще антон ладно хватит тратить время на бессмысленные разговоры да по пора уже разъяснить что мы будем делать в этом косте не стоит спешить ты не заметила что остальные еще не пришли более того пока они находятся в быстрой фазе сна так давай их разбудим плохая идея почему это если принудительно прервать их сон это может плохо сказаться на на синхронизации сознание аватара каким образом долго объяснять сомневаюсь что тебе хочется сейчас слушать ночную лекцию мне научную поэтому предлагаю дождаться их пропуждения а уже затем звонить секундочку так ты можешь отслеживать наше состояние к примеру спим мы или нет но разве умеется я ведь поддерживаю связь с людьми в лаборатории контролирующими нашими показателями не забывайте что я ваш гид в этом искусственном мире ну да она ведь поэтому и предложил кто этот квест и и как работника компании новенька попросили привлечь несколько людей к мероприятию блин и меня сразу вспоминать и другие разработчики как у которых я читала светлячка и которые участвовали в ладоу джеми в прошлом году блин вот что-то как-то тему просто тему пресекаются то что было ранее но при этом заставили работать прямо в праздник контора пи вы поняли я вообще-то тоже работаю иногда выходные а тебе не тяжело работать свой день рождения во первых фактически один день рождения уже закончился во вторых мне наоборот интересно быть вашим проводником в виртуальной реальности это же так захватывающе кстати не могли бы вы описать свои ощущения от пребывания здесь это для отчета возможно вы не хотите подсобить свои подруги ощущение просто потрясающе я словно данного родилась 100 из 10 можно без твоего любимого сарказма должен отметить здесь удивительно проводить время все чувства как настоящие на секунду я даже поверю что это реальный мир трудно было осознать его искусственность на такую реакцию я и рассчитывала согласитесь что технологии достигли просто необычайных высот хотя это даже пугает соглашусь стран страшно осознавать что наш мир тоже может оказаться ненастоящим тогда получится что все это время мы жили в даже не продолжай трудно придумать более банальный повод философствовать а к тому же это частая тема всех твоих книг наряду с путешествиями во времени а что здесь такого-то людям нравится научная фантастика завязаны на временных парадоксах я просто даю им то чего они так страстно желают а желают они не пойми неправильно твой без тристики нет ничего плохого без тристики секундочку вообще-то у меня серьезное произведение поднимающие живота животрепещущие темы ну конечно особенно этого и роман ржавые врата про поехавшего студента с волшебной духовкой естественно эта книга поднимать важные вопросы к примеру чем опасны заигрывания со временем или к чему приводит эгоизм или почему человек далекому от науки не стоит браться за в сайфай серьезно твои объяснения парадоксов и различных феноменов просто смехотворные ты слишком критично все-таки он писатель и так видит просто без очков видеть сложновато вы слепы а мое творчество не для средних умов быть может настанет тот час когда вы все поймете в этот момент я набиралась вставить свою колкость но тут меня прервала мария ладно можете помолчать немного мне нужно позвонить другим участникам кажется они наконец-то проснулись точно к симуляции же подключить еще два наших друга интересно как они там порядке выглядишь не очень хорошо как странно еще минуту назад все было нормально но внезапно мою голову сразила боль черт боль вроде терпимой но все равно неприятно что происходит все хорошо ау давайте-ка скажем так у нас тут еще есть сохранение можно даже сохраниться на эти круги сохранится ну давайте-ка так сделаем ну скажем ему мне что-то не хорошо услышав это мария даже отложила телефон что ты имеешь ввиду голова что-то болит сильно терпимо так это может быть побочным эффектом подключения к симуляции сейчас что-нибудь придумаю тебе же пока нужно полежать недалеко находится гостиная где есть мягкие диваны давай-ка я отведу тебя туда только объясни как идти мария спасибо дальнейшие события плохо отпечатались памяти помню лишь как шляпник провел меня в гостиную помог прилечь на диван и пустота не знаю сколько прошло времени но мне постепенно полегчало головная боль ослабла вернулась ясность мыслей что это было и почему мне стало лучше и неужели я уснула в виртуальной реальности такое вообще возможно открыв глаза я поняла что нахожусь в гостиной о тебе стало лучше а что собственно случилось тебе неожиданно поплохело ты какое-то время полежала на диване в гостиной и вроде как даже вздремнула стоп так ты наблюдал за мной все это время ну да я просто не мог оставить тебя в таком состоянии одну поэтому караулил спокойно ты была в отключке не слишком долго а сколько ну где-то 20 минут полагаю а что насчет собраний остальных что ж мария была весьма огорчена таким стечением обстоятельств но она все же решил провести собрание понадеявшись что тебе полегчает на нем рассказал что квест из себя представляет что нам надо делать и когда мы домой вернемся могу пересказать самую важную информацию если ты хочешь была бы очень признательна хорошо сейчас все раз шляпник не успел закончить предложение ибо его прервала наша давняя подруга привет роди давно не виделись мисс огонь прикольная кличка конечно но просила же называть просто доблестным капитаном нет же просто грейс кстати у меня сразу ассоциация когда кто-то так ярко выглядит сразу такой человек энергичный такой прям энергия идет блин вот спрайты действительно очень хорошо нарисованы мне прям нравится кстати я только заметила ключик с часиками блин прикольно хорошо просто грейс зачем пожаловала глупый вопрос естественно я тебя хотел проверить ты как тебе рабочей силы не хватает есть такое но это не главное главное твое самочувствие бой прошла вроде как отлично сможешь поучаствовать в да думаю хоть и считаю всю эту идею сомнительной да почему интересная же задумка а зачем проводить квест какой-то там реальность если это всего лишь на набор загадок для полоумных ну смотря какие загадки дорогая блин ну а почему нет неужели тебя не будоражит тот факт что виртуальные ощущения не отличить от настоящих а чего удивительного то да ты всегда была циничной но в последнее время ситуация совсем плоха жаль что я не могу разделить ее восторг вся эта идея подключения к симуляции кажется мне лишь странной и подозрительной какой-то квест странное поведение марии до этого она не посвящала на свою работу а сейчас позволила протестировать уникальную разработку не к добру это хотя мне ли использовать слово добро после того что я сделала Грэйс время деньги так что можешь пожалуйста пересказать основные моменты собрания вместо меня точно ты же на нем не была в общем мэри передала нам 6 основных положений насчет симуляции каких симуляций первое мы не можем здесь пострадать по-настоящему хоть все чувства и воспроизводятся реалистично жестоко мне кажется тут нельзя нельзя делать такие выборы чтобы умереть окей второе мы можем отключиться от симуляции но об этом решение надо будет предварительно сообщить мэри третье если мы превысим лимит времени в 2 часа нас автоматически отключат для безопасности четвертое на данный момент наши тела находятся в специальных капсулах обеспечивающих их сохранность как она сказала что то еще важное это кажется не легче пусть все прошло но будьте прокляты разрабы ты же в курсе что мэри одна из них и что это меняет давай лучше закончить с ключевыми положениями да 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 а ты внимательно слушай это приказ ее диктаторские замашки меня раздражают конечно не так как ее тайные отношения с лисом пилотом а как можно было не заметить что я заметил как они не заметили что я заметила женщина ты меня сейчас это логику сломала у меня мост уже взрывается от вашей логики женщина извините эх вот бы найти повод и поиздеваться над ними за это эй ты меня слушаешь вообще земля вызывает восток один прием все члены экипажа скончались по ужасной причине они сдохли от скуки прием неудивительно они проигнорировали прочитанные ранее инструкции а в особенности положение под номерами 5 и 6 а ведь в них содержалась крайне важная информация которая могла помочь избежать столько трагического исхода ну серьезно хватит уже душнить нет уж раз начала то и доведу дело до конца капитан не допустит неосоведомленность экипажа ну ты же старпа отставить так пятая карта на которой мы оказались ограничено невидимыми стенами как лениво это сделано с вполне понятными целями ну а что могло быть непонятного лень была проработать территорию побольше логично хотя нет тут дело не в лени тут еще дело того сколько по весу это будет с точки зрения как будет открываться как будет прокружаться местность потому что вес это тоже самое главное даже когда например мы скачиваем игры есть игр которые очень тяжело вешат ну там потому что например очень много 3d моделей каких-то объектов если мы говорим про это либо же очень много спрайтов фонов которые тоже имеют свой вес смотря в каком формате это все в общем очень много нюансов особенно даже тексты особенно программный код тоже дает вес в общем много чего все зависит почему и так сделали вот а так возможно просто ну не придумали что еще могли добавить что можно было добавить для каких-то квестов вот и все а придумали только один какой-то квест ладно извините за тарабарщину тихо тут шестая основная цель нашего нахождения здесь дай угадаю попасть в смертельную ловушку и умереть нет мы здесь чтобы решить квест о чем и сама уже прекрасно знаешь эх мой вариант был веселее какой тут веселый вариант розалия а тебе было бы весело смотреть на нашу совместную смерть на твое точно нет ладно а можно поподробнее про детсадовскую игру что нам нужно делать а хорошо ну как я поняла нам нужно найти способ попасть на следующий уровень сознания сознания я про это не упоминала якорь мне ворт предоставь это мне там где дело касается фантастических сюжетов на сцену выхожу я какой глупенький слишком мило это генерал ясу субибу зажите что ж я сейчас прочитал субибу ладно разожите да я просто это как там зажгите я же просил не использовать фразочки этого персонажа мне до сих пор за него стыдно да ладно он был веселым героем но его жена киска суки была еще круче это наверное еще какие-то отсылки да мы вообще не в ту степь зашли а да в общем сюжет у квеста такой помнишь мой роман водоворот вранья это тот в котором главная героиня попадает в разум своего мужа и узнает его грязные секреты боже мой она это читала я только сейчас затопалась да да тот самый так вот здесь сюжет во многом схож мы как бы находимся в разуме какой-то девушки и будем раскрывать ее грязные секреты чтобы выбраться а прикиньте это как раз таки мы можно и так сказать сейчас мы на первом уровне сознания и он представляет собой остров надеж сосредоточение мечтаний и желаний человека в разуме которым мы оказались абсолютно верно секунду как ты узнала понятия не имею после упоминания первого уровня сразу в голове это всплыло странно очень странно на самом деле у главного героя эффекта без времени было что-то подобное стоп но там ведь по сюжету физик начинает предугадывать будущее а затем понимаешь что проживает одну и ту же жизнь бесчисленное количество раз именно а финал моего романа помнишь он описывается в тридцатой главе час истины там главный герой вы серьезно вздумали обсуждать научную фантастику из-за незначительного совпадения нам еще квест решать так что соберитесь блин ого не думал что ты так любишь командовать блин знакомая фраза но почему хорошо хорошо госпожа но что же нам делать осмотрите маяк там наверняка есть какие-то важные подсказки а мы с двухсхвостым пока вовсю занимаемся домом смотрителя из пилот сми с огонь наедине уху-ху понял слушаюсь и повинуюсь госпожа и прекрати так ко мне обращаться да не отнимай у лисенка роль послушной собачки грейс чего теперь ты точно труп шляпник бежим чё валим отсюда что сейчас было я не пойму затем выбежали из домика смотрителя а после отправились на пляж ох и зачем было так бежать и почему мы на пляже понимаешь надо передохнуть а где лучше всего это сделать правильно здесь секунду ты так долго на диване валялась а потом с нами лясы точила еще отдыхать вздумала ой да ладно тебе давай просто насладимся этим спокойным местом да и ты до сих пор не привык к моему поведению на всяких квестах да привык уже за столько времени однако же это не значит что окончательно смирился ну еще успеешь так давайте-ка на это остановимся так очень даже интересно то есть сейчас мы в виртуальной реальности тут сразу говорится про какой-то квест и у кого-то мы у кого-то в голове сидим у кого-то девушки и скорее всего это наша героиня да скорее всего так вот так что очень интересно что будет дальше вот пишите в комментариях по поводу этой новеллы а так я с вами прощаюсь мы обязательно продолжим всем большое спасибо за просмотры ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал если вы хотите подписаться на группу вк или на сеть дискорта пожалуйста на ютуб канале вы можете найти ссылки на группу вк или на сеть дискорд всем большое спасибо всем пока пока пока